МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Створить умовы для максимальной полной занятости насильства закликанный декрет номер один. Документ, подписанный керавником державы на минулый месяц. Про его основные положения сегодня рассказали журналистам на пресс-конференции с керавнистом Комитета по праце, занятости и социальной обороне Гомельского облаканкама. Подробности в наступном сюжете. В ближайшие два месяца декрет номер один детализует. Будет складенный спис незанятых у экономицы граждан и перолик послуг, яке им доведеться оплачивать полностью. При этом специалисты подкресливают, это закрепит только тех, кто свя дома не хочет працевать. Коли человек активно шукает працу, проходит перенавучение, проявляя инициативу, санкции его не закрануть. За разумением подыдуть и до тех, кто трапил в тяжкую житевую ситуацию. Таких людей у списка к саму не внесут. Однако специалисты означают некого конкретного алгоритма, по яким их будут вызначать, не иснуе. Трудно выработать такую инструкцию, которая бы могла предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть у конкретного человека. Потому на местах и создаются комиссии межведомственные, которые будут анализировать ситуацию в целом, которая сложилась в конкретной семье у конкретного человека и искать пути решения этой проблемы, не только в вопросах трудоустройства, но и оказания других видов помощи. У состав межведомственных комиссий выйдут депутаты, представники службы занятости, ЖКГ, громадских организаций. С каждым человеком будут яны сустракаться индивидуально, гутырыть и высветлять, чему я не працуе. Пропонуют варианты працевладкования, або перенавучения выслыхают пожаданий и окажут поддержку в решении проблем. Задача не створить додатковые финансовые тяжкости для человека, а на двород, да помахчи вырешить иснующее. С новым декретом занятость и стабильность житя насильництва станет наиважнейшим критерием работы уладов на месяцах. Отказность за реализацию положения документов миновита на их. Треба ведать кожных от человека в своем регионе и их житевые обставины. Парцевать комиссии будут постоянно до того, что это дозволит скласти портрет районов с напруженной ситуацией на рынку працы. Туды накируют додатковые сродки. Будут определяться регионы с напряженной ситуацией на рынке труда. Но напряженная ситуация будет определяться не только от уровня безработицы, но и от движения рабочей силы, в том числе приема валения кадров, напряженность на рынке труда, ну и от других ситуаций конкретного региона. И вот в этих регионах у местных властей будет законная возможность привлекать бюджетные средства для решения вопросов занятости. В том числе и привлечение инвесторов для создания рабочих мест, создания новых предприятий, ну и других вопросов. До речи, сегодня средний уровень зарегистрованного безпрацовья на Гомельщине складея 0,7%. Экономика региона мае потребу у медицинских работниках, зоотехниках, тракторыстах, операторах машинного доения, так само бетонщиках, сварщиках, арматурщиках и в уголе рабочих профессиях. Сарод проблемных в этом плане Жлобинске, Лоевске и Чачерске районы. При этом специалисты означают, что с недавним принятием широкого указа ситуация стала поляпшаться. Усю больше людей выращают открыть свою справу и самостоинно створить для себе працонное место. Приватному бизнесу зеленое светло. Зайонный принцип – минимум проверок, прозрыста и простое, система податка обкладания. Зараз регистровать ИП не треба одразу у 30 выпадках. По-новому будут працовать и рамесники. Дорогие, летость субсидий на открытие своей справы отримала больше, чем 470 жихоров в области. Все лето обязают оказать допомогу еще большей колькости людей. Субсидии предоставляются, если это в сельской местности, то в размере 15 бюджетов прожиточного минимума. Если это в городских населенных пунктах, то 11 бюджетов прожиточного минимума. Примерно это соответствует около 1000 долларов. Кроме того, в планах на этот год перевысить летошнюю колькости по уладкованию граждан на новые працованные месцы. А это больше, чем 6 тысяч человек. Усяго летость служба занятости допомогла працал уладковаться больше, чем 30 тысячам человек. Теперь эта праця станет еще больше активной. До даткова будет принята шерох постанов, которые вызначат парадок отнесения працездольных граждан до незанятых у экономицы, а так само перолик по слух заплатой 100% их кошту. Детали документа будут высветлены до первого кроссовика, запрацуя механизм с первого студента 2019 года. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, Телерадио, компания «Гомель». Сегодня Гомельская областная комиссия по выборах депутатов месцовых советов разглядела еще один зворот незрегистрованного кандидата у депутаты и покинула его без задовольнения. Таким чином, после завершения процедуры регистрации в комиссию поступило пять скаргов. В четырех выпадках отмобы признаны обґрунтованными. На первые дни по властной инициативе с выборчей кампании выбыли два претендента областного совет. Это, до речи, не повпливало на альтернативность выборов. По раннейшему, по одним кандидаты зараз вылучено только в трех округах. А на 60 местах претендуют 145 человек. Что тучится претендентов, которые отримали официйные отмобы регистрации, звернулись с ответственными скаргами в областную комиссию, задовольны они были только одним из пяти выпадков. Областным выборкам отменил решение Жлобинской районной выборшей комиссии. Что тучится причин, по яких претенденты отримали отмобы, это несоправдные дадены в декларациях и подписы о подписных листах. Две жалобы было, которые касались неправильно заполненной была декларации. Один претендент кандидата не указал акции, которыми он владеет, а другой не точно указал размер дохода, который он получил, забыв указать доходы, которые он получил от ставок в гуглмикерской конторе. Кроме того, один претендент оспорил решение комиссии, что неправильно были рассмотрены подписи, которые он указывал в подписных листах, но комиссия областная поддержала решение окружной комиссии. Министерство финансов Беларуси 6 лютого проведе аукцион по продаже державных долг и терминовых облигаций для физичных и юридичных особов. Объем выпуску открытый. Номинальный кошт одной валютной облигации – 1000 долларов. Дата погашения – 25 листопада 2022 года. У поведомлений, размещенным на сайте Минфина, проводятся даты выплат доходу по 9%-пиредах. 1 лютого фонд «Гомеря обломаемость» проведе чарговый аукцион. На продаж выставить 4 объекты нерухомости у Гомельским, Наравлянским и Мазырским районах. Со снижением кошт на 50% можно набыть масло-склад в поселку Цагельня Гомельского района. Площа – свыше 70 квадратных метров. Початковый кошт продажу складая около 13 тысяч рублей. Остатные объекты пропонуются со снижением кошт на 80%. Это администрационная господарша объекту Наруле, а также специализованный будинок живелого доли и контора «Колгаса» в Мазырском районе. А кроме того, 20 и 22 лютого фонд «Гомель обломаемость» проведе аукционы, на яких будут пропонованы объекты для бизнеса и жилья коштам от одной базовой величины. Додатковую информацию можно найти на сайте фонду альбо отримать по номерах телефонов у «Гомеля» 70 38 49 и 70 36 43. У Добрыжским районным краезнавчим музея открылась выстава икон. Их аутер был и супрационник милиции, ликвидатор наступства катастрофы на Чарнобыльской атомной станции Василь Калинин. З мостаком сустраился Олег Сенсюров. Василь Калинин – человеку добрши ведомы. 20 годов служил у правоохонных органах, а лет в отчастию, захопляющих детинствах, кажа, что перши сурвезной мостовской работой лечить картину «Карахот девочины», яку я написал на всесоюзный конкурс у третьем и шестивотом классе. Правда, доброй папиры в 60-х годах у сельской местовости не было, а тому выкрасывал шпалеры. Работу в Москве прикметили, але для удела о конкурсе все ж таки не допустили. Что-то часа икон, то их Василь Калинин почав писать нигде 20-ти годи тому, пасля выходу у отставку. Икону начинаю писать утром, часов в 6 утра, и сажусь, и выхожу, значит, с ее образа уже почти где-то вижу, что что-то у меня все получилось, по 14-16 часов. Я просто не поднимаюсь, я ни на что не обращаюсь, жена меня зовет покушать, я на это не реагирую, нет у меня в этом мире. Данная икона написана не кистью, а написана пальцами моих рук. Я вот беру и просто масло это сюда, все это втираю. Пишется только кистью определенный, где-то зрачок ставится, значит, где-то какие-то символы, а все пишется работой, пишется руками. На выставе украинского музея коллектива 30-ти икон. Работы выполнены в основном у опошли 3 годы. Василь Калинин каже, что свои иконы не продавал Николе, только дарил. Таким чином, за речи, их сегодня можно убачить у России, в Украине, Польше и Германии. Мясцовые церковнослужители до такого закопления своего земляка. Одно из из остановок, у речи, это долучение до духовного, как самого автора, так и тех, кто в этой работе бачит. Хоть и подкресливать, до написания икон, необходимо ответным чинам рактоваться, маяться на увазе пост и молитвы, что отыкется передачи таких икон у храмы, то этот вариант так само не выключается. Если, допустим, это не авторская работа, а канонически она, скажем так, отходит к освящению, допустим, ты смотришь на икону и определяешь, допустим, вот здесь, допустим, казанская икона Божьей Матери, там Владинец находится на своем месте, как она была явлена, Божья Матерь. И, соответственно, принимать решение, что можно осветить эту икону. Вот и она освящается. Одно из представленных на выставе икон Василий Калинин передает у Добрышский храм Олега Бранского. После обоязковой процедуры освящения еле можно будет увидеть в приходе. У Гомельской области это один из новых храмов, его освятили в студии не 2015-го. Таких подарунков тут не отмывляются. Тем больше, что сейчас у Добрыша идет подрактовка до заведения еще одного, больше монументального будинка. Будовництво храма святого Олега Бранского притягивается. Все ли это у Добрыша будет закладен на подморок основного будинка, это будет свой сабливый храм символ, символ единания трех народов Беларуси, России и Украины. Василий Калинин меркует написать для его неколькие икон. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель» с Добрыша. На манеже Гомельского державного цирка стартовала новая шоу-программа «Джамба». Уникальный реквизит, небезпечные труки, ажи бегемот, крокодилы, верблюды, малпы и иншие экзотичные живелы. Это, правда, феерычный проект артисты у компании «Рос Держ Цирк». Вероника Ворошилина одной из первых увидела яскравое цирковое действо. Новая шоу-программа «Джамба» это шоковные костюмы, харизматичные артисты, яркие и невероятные труки. На манеже Гомельского цирка смелые сальты и скачки акробата на батуте. Промушая замирать в сердце, глядошу и номер Карена Сафарана под назвой «Кола Рызыки». Небезпечные труки, артист в иконовой и без страховки, на высшине 12 метров. Бодай самый динамичный и запальный номер программы с танцевальными элементами и складанными подтримками выступления акробатов на роликах. У свою чергу самый романтичный история кохания Ромео и Джульетты в оконанне поветерной гимнасты у семейной пары Ганны и Ильи Жуковых. У сопровождения четырех аньёло я неграциозно лунають под куполом цирка. Так как мы супруги, нам легче передать всё это, скажем, зрителю, чтобы на самом деле зритель поверил нам, что то, чего хотим мы им как бы преподнести. Так само глядошу шакают комичные номеры клоуну и запоминальные выступления жонглёров. У центра же яскравого циркового действа «Джамба» экзотичные живёлы. Насухие тикобразы, собаки и ламы, змей и крокодилы. У сходнюю нотку программы уносят верблюды. От души повеселять глядошу горызные малпачки, які повстают в образах знакомитостей эстрады. Ездят на пони и выполняют другие складанные труки. Одна из самых предметных во всех сенсах экзотичная артистка 15-летняя биомотиха Юлияна. А маль три тонны ваги и вельменья простый характер. Это эмасивная и на первый взгляд тяжкая на подъём живёла выполняет цирковые труки с особливой грациёзностью. Суточный рацион Юлияны составляет 40 килограммов овощей, 20 килограммов фруктов, 10 буханых хлеба и целый тюк стена. 100 килограммов еды в день. На думку мостовского керівника программы «Джамба» Тіграна Акапяна усіх затышные живёлы, кемлевые и старанные артисты. Головное знайсти до кожного особистый подыход. И не трудно, можно и сказать, и трудно с теми животными, которые крупные. Допустим, сейчас вот верблюды работали, да, уже по плану, у них сейчас время уже кормёжки. Я смотрю, они еле-еле, знаете, уже бегут, они хотят быстрее есть, кушать и поспать. Обезьяны уже спят, потому что такие будут дни дни, мы уже ложимся спать в 8 часов вечера. Так что с ними не трудно, просто нужно, знаете, найти время и вот то, что они умеют делать, хоть они утром, хоть вечером, всё равно они выполняют эту работу. Новая шоу-программа «Джамба» – это захопляльная история, якая з'является синтезом чарованной музычной казки и цирковых номеров сусветного узровня. На гастролях у Гомеля российские артисти пробудут до 25 лютого. Вероника Ворошилина, Александр Харлампов, телерадио «Компания Гомель». Далее у эфиры «Де-факто» и спортивный огляд. А я с вами развитываюся. Усего доброго и до встречи в эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает выпуск «Де-факто» в студии Алексея Немкевич. Здравствуйте. Выходные с огоньком. В регионе вспыхивали пожары в шести районах. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Так в Ельске горел одноэтажный барак. К моменту приезда спасателей уже вовсю полыхала крыша деревянного строения. Хозяин горячей квартиры смог выбраться из нее сам через окно. В результате с ожогами лица, руки, тела мужчина был госпитализирован. Хозяева остальных жилых помещений покинули свои квартиры самостоятельно и не пострадали. Рассматриваемые версии возникновения пожара, неосторожное обращение с огнем при курении, а также нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов. Непотушенная сигарета могла стать и причиной трагедии в деревне Новый Кривск Рогачевского района. Там в результате пожара обрушилась крыша частного дома. Под обломками был найден труп хозяина жилища. Еще одно жаркое видео из Светлогорска. Здесь ярким пламенем полыхал сарай. Столб дыма был виден за многие километры. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал. В результате пожара уничтожена кровля, мотоблок и имущество внутри деревянного сарая. Повреждены стены. Причина пожара устанавливается. На дорогах области также было неспокойно. За предвыходные и выходные дни сотрудники ГАИ зафиксировали почти 3000 нарушений ПДД. Некоторые привели к авариям. Например, в Гомеле под колеса автомобиля попал пешеход-подросток. Перетекал проезжую часть в неустановленном месте вблизи пешеходного перехода. С полученными травмами ребенок был доставлен в больницу, где после был госпитализирован автоматологическое отделение. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская команда гонбольного клуба Гомель добыла очередную победу в чемпионате Беларуси на своем паркете. Гомельчанки без проблем переиграли РГОР БНТУ-2 42-18. Самая результативная в составе хозяев Анна Редька. 8 заброшенных мячей. Мужская команда гонбольного клуба Гомель в минувший уикенд продолжила баталии розыгрыша Кубка. Странные подопечные Сергея Цыганкова провели ответный поединок в четвертофинальной стадии. Недели и ранее гомельчане со счетом 28-21 уверенно обыграли столичный Витязь на его площадке. Ответная встреча в Гомеле для хозяев оказалась легкой прогулкой, отыграв практически весь поединок резервистами. Гомель сумел без проблем одержать победу 36-18 и выйти в финал четырех розыгрыша Кубка страны. Борьбы, к сожалению, не получилось. Для нас это плохо, потому что перед игрой с Гродно хотелось поиграть. Это более такой спортивной борьбы, чтобы ребята почувствовали. К сожалению, этого не получилось. Дали сегодня второму составу поиграть. Практически всю игру полтора тайма не играли. Поэтому молодые ребята в принципе сыграли свою силу. Компанию БГК имени Мешкова, столичному Ска и Гомелю в главных матчах турнира составит Кронан Гродненской команде. Путевка в полуфинал далась не так легко. После ничей в первом поединке с Могилевским Машекой на своем паркете на выезде Кронан в такой же напряженной игре победил с преимуществом в один мяч. 24-23 пробился в финал четырех. Футбольный клуб Гомеля держал победу в первом нынешнем межсезонье спарринге. Зелено-белые уверенно обыграли Речицкий спутник, выступающий во второй лиге чемпионата Беларуси. Матч проходил на стадионе из Душор-8 в областном центре. Уже в первом тайме представитель элитного дивизиона обеспечил себе победный результат. Отличились дважды Роман Волков, Поразу Лосинадау и Дмитрий Халимончиков. На старте второго тайма Дмитрий Бородин сделал счет 5-0. Правда, спустя две минуты спутник отставания сократил результативный удар на счету Сергея Заболоцкого. Подвел черту под этой встречей Мохаммед Канате, сделав счет 6-1 на 89-й минуте. Баскетбольный клуб Гомель Сош одержал две победы в очередном туре женского чемпионата Беларуси по баскетболу. Команда Сергея Кулешова на своем паркете встречалась со столичным горизонтом 2. В первой встрече гомельчанки выиграли 65-39. На следующий день гости вновь уступили 70-41. В турнирной таблице СОЖ замыкает квартет сильнейших, лидирует Гродненская Олимпия. В 10-м туре дивизиона А женского чемпионата Беларуси по волейболу встречались лидеры Менчанка и Мозорская жемчужина Полесье. Дважды сильнее были столичные волейболистки 3-2 и 3-0. А вот дубль жемчужины, выступающий в дивизионе Б, сыграл на минувших выходных удачнее. Две виктории над Барановическим Атлантом. Гомельская команда «Энергия» также одержала две победы в очередном туре мужского чемпионата страны в дивизионе Б. Гомельчане дома были сильнее Могилевского променя. Оба поединка завершились со счетом 3-0 в пользу хозяев. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...